Кофе, молоко, йогурты, крупы, хлеб – все эти продукты собрали учащиеся 28-го лицея. Но вообще в акции «Тележка добра» может поучаствовать любой желающий. Вот такие боксы есть во всех магазинах. Можно просто купить лишнюю упаковку крупы и опустить ее. Доставят по назначению. Исходя из того, что люди предложили, собрали в «Тележку добра» или вот конкретно в данном случае в «Школьники» собрали, формируем продукты и привозим нуждающимся. Я думаю, тем, для кого такая помощь необходима, наверное, не так принципиально, какой марки будут макароны или гречка. Самое главное, чтобы были продукты, которым можно было бы накормить детей, ну, либо человеку просто что-то поесть. Плюс ко всему игрушки. Даже хендмейт присутствует. Волонтеров, конечно, не хватает. Полторы тысячи человек. С начала пандемии они совершили 180 тысяч выездов к тем, кому помощь необходима в первую очередь. Обычно это либо люди пожилого возраста, которые сами не в состоянии выйти из своего дома, либо это многодетные семьи, как сегодня было. Ну, соответственно, мы берем эти данные в Министерство социальной политики, либо к нам обращаются напрямую. У нас есть горячая линия по телефону 8 800 200 34 11. Можно позвонить. Добавочный 122. И либо стать волонтером, либо предложить помощь, либо, соответственно, заявить о том, что вам требуется такая помощь. На этот раз помощь получает Екатерина Королева. Она мать пятерых детей, младшему год, поэтому на походы по магазинам времени немного. Помощь, она всегда приятна. Это даже больше знак, знаете, неравнодушности людей. Что мы все вместе, мы едины, независимо от ситуации, независимо от того, что происходит в мире. С начала ноября доставлено уже более 200 таких наборов. Плюс лекарства развозят. Главное движение «Мы вместе» и акция «Тележка добра» будет продолжаться и впредь. Пандемия рано или поздно закончится, а помощь продолжит поступать. Служба информации Александр Быков, Николай Прохоров.